Хроники белорусского протеста. За надпись на асфальте троим жителям Минска дали реальные сроки. Молодых людей осудили за хулиганство. Они на стихийном мемориале в память Александра Тарайковского написали слова «не забудем». Напомню, Тарайковский погиб в ночь на 11 августа на акции протеста. Его смерть была первой, которую официально подтвердили. В суде сегодня приговорили Дениса Греханова и Игоря Самусенко. Они получили по полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также Владислава Гулиса на два года строгого режима. Это уже второй суд по делу о надписи «не забудем». Во вторник 26-летнему Максиму Павлющику дали два года лишения свободы. 25-летней Марии Бабович полтора года ограничения свободы в Беларуси. Это ограничение называется «домашней химией». То есть осужденный остается дома, но должен выполнять ряд правил. Например, ходить на работу, отмечаться в милиции. С нами на связи Денис Греханов, который получил эту самую химию. Денис, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, как вы оцениваете вот эти полтора года за надпись на асфальте, которые получили вы сами, и которые, ну, мне представляются какой-то совершенно безумной платой за два слова, причем там даже мата, прости господи, не было? Там действительно никакого оскорбления. Ну и как это можно расценивать, кроме как полный абсурд и правовой беспредел, который, в принципе, происходит у нас в стране? Это далеко не первое, я уверен, не последнее дело уголовное, которое возбуждается против митингующих и вообще не так настроенных, скажем так, неправильно думающих людей. Инакомыслия у нас преследуются. Вы сейчас где находитесь? В Минске? Денис у нас пропадает. К сожалению, мы сейчас восстанавливаем связь с Денисом Грехановым, осужденным на полтора года за надпись на асфальте. Денис, вы сейчас в Минске, правильно ли мы понимаем? Да-да. Я так, насколько, исходя из, значит, публикации в прессе, могу судить, вы не можете покинуть город, тем более страну. Нет, я под подпиской о невыезде и, соответственно, не могу покинуть страну. Да и сейчас и так границы все закрыты, и без этого сложно. Ну, некоторые успевают каким-то образом и находят способы выехать, например, в Литву, в Латвию, в Польшу. Это возможно, если есть свобода передвижения, свобода выбора. Но скажите, вот, например, выходные, когда в Минске проходят акции протеста, вы можете участвовать в тех или иных мероприятиях? Теоретически могу и практически могу, но пока даже, я не знаю, пока не планировал ближайшие выходные. Хочется вообще вникнуть в ситуацию, потому что был же в информационном вакууме. Хочется вникнуть в ситуацию, что здесь вообще происходит. Вот. И ближайшие выходные я планирую поработать. Троих жителей Беларуси осудили на реальные сроки. Вам еще повезло. Вот скажите, есть ли шанс этим людям как-то помочь? И есть ли шанс у этих людей все-таки не садиться на там полтора года, два года за решетку? Да сложно, наверное, как-то это будет оспорить, учитывая, опять же, про этот правовой беспредел, который здесь творится. И, я не знаю, только, наверное, смена власти, смена режима может помочь в этой ситуации. Ну, или, может, как-то со временем, если это как-то немного успокоится, успокоится из ситуации, что, опять же, вряд ли, потому что, уверен, уже обратной стороны уже обратного процесса не будет. У меня последний вопрос, если позволите. Вот надпись на асфальте, которую вы... Народ уже не успокоится никогда. Надпись на асфальте не забудем. Вот, что вы этим хотели сказать? Не забудем, да. У нас некоторая проблема технической соцсети. Ну, в первую очередь, выразить свою гражданскую позицию и протест по поводу того, что был убит человек. Абсолютно. Продолжайте, продолжайте, мы вас слышим. Был убит человек, уголовное дело не было возбуждено правоохранительными органами. Да, ну я же говорю, вот именно про правоохранительными органами, но уголовное дело не было возбуждено. Вот это и возмутило, ну и не только меня, практически всех людей и в Минске и во всей стране. Там же образовался стихийный мемориал, приносили там тысячи и тысячи цветов. Вообще очень много людей было после смерти этого Александра Тарайковского. А реакции властей, кроме как запугивать людей, ввозить их в автозаках, сносить этот мемориал стихийный, никакой не было. Дело возбуждено не было по убийству. Но это тоже, я считаю, очень даже еще какой-то правовой беспредел.